Ребята, привет! Вы на канале FireLife. Сегодня я решил провести эксперимент с помощью своего пиролизного аппарата. Пока я его окончательно не засрал вонючим дымом с-под всякого мусора, я решил закоптить мясо. Насобирал специально для этого эксперимента сухих дров с под абрикосы. Сейчас мы их засыпем в эту реторту и будем разогревать. Здесь ровно 5 килограмм дров с под абрикоса. Почти полная реторта. Ну что, затянули мы нашу крышку, теперь будем разжигать аппарат. Думаю, дальше разгорится само. С прошлого эксперимента сделал я здесь на крышке такую ручку. Потом такой гидрозатвор. Это у нас бутыль. Я его так стянул. Это для того, чтобы не взорвался наш аппарат. И подцепил желтый шланг, чтобы различать, где для воды, а где будет выделяться газ. Вот, ребята, начал вырабатываться дым из фруктового дерева. Подцепили мы мясо в наш улик. Я ножки предварительно чуть-чуть проварил, для того, чтобы сырыми не были. Так, вот наш дым. Сейчас его напрямую подключу. О! И засовываем сюда. О, ребята, смотрите. Прям как по-настоящему. Подставлю я, ребята, такой фильтр. Это обычная консервная банка с марлей внутри. Одену ее на трубку. Все. И накрываем крышкой. Пусть наше мясо коптится. Наверное, вот так. Так, ребята, наш аппарат разогрелся. Близко к нему вообще нельзя подойти. Вот столько вырабатывает дыма. Это охренеть как много. Тут не то, что мясо полтора килограмма можно закоптить. Свинью в целую можно закоптить. Фу, дым вонючий такой. Не знаю. Наверное, не рискну мясо попробовать. Давайте проверим, что тут в накопителях наших. Так. Фу, воняет. Это первый накопитель. То есть последний. Ого! Даже что-то набралось. Много набралось. В конце уже жидкость аж черная была. Так. И промежуточный накопитель. Смотрим. А, тут совсем чуть-чуть. Фу. Жидкость... Блин. Фу! Жидкость черная. Это, скорее всего, жидкий дым. Надо, кстати, проверить, горит ли она. Сейчас возьмем палочку. Вот эту. Сейчас я вымакну. Нет. Совсем не горит. Не хочет возгораться. Это, скорее всего, какая-то влага от дерева. Вот, ребята. С начала эксперимента прошло где-то минут сорок. Дым существенно меньше стал вырабатываться. Давайте, наверное, сосиски оттуда уберем. Ух, ого. Потому что сосиски уже точно готовые. Так, три. Да, но выглядят они, если честно, не очень. Итак, друзья. Отсоединил я наш шланг от копчения мяса. Потому что сосиски я вытянул из улика, попробовал. И если честно, ничего более мерзкого я еще не пробовал. Видимо, я неправильное дерево подобрал для копчения. Подсоединил шланг к нашему гидрозатвору. Вывел в топку. И у нас начал вырабатываться газ. Вот так выглядит газ из абрикоса. Итак, ребята, вот эксперимент уже подошел к концу. Газ перестал вырабатываться. Скорее всего, в реторте уже все прогорело. Давайте в последний раз сольем жидкость. Так, посмотрим. Это с последнего накопителя. И дым перестал идти. Вот так мало. И промежуточный накопитель. О, смотрите, прямо как смола бежит. Может, оно забилось? Очень странно себя ведет. Кстати, мясо получилось отвратительным. Цезарь, на, пробуй. Эксперимент не удался, а собаке в радость. Что, вкусно тебе? Я бы на твоем месте его не кушал. Вот, выгреб я с нашего аппарата. Жар открыл, чтобы он оставал. Давайте проверим жидкость. Какая у нас? Она такая смоленистая в банке. Посмотрим, как она горит. Сейчас вот так вот вылью. Но есть возгранистая, это от абрикосы. Не знаю, что я ожидал, когда засунул мясо ковтить. Получилось очень вонючее. Ну, сейчас аппарат остынет. Я покажу остаток. В общем, эксперимент подошел к концу. Получился немного неудачным. Аппарат работает хорошо, но мясо жалко. Вот столько жидкости мы получили. Смоленистой от абрикосы. Где-то целый литр. Открутил реторту. Давайте посмотрим, что внутри. Да, получилось у нас что-то наподобие угля древесного. Давайте сейчас попробуем поджечь. Да, самый настоящий древесный уголь. Можно на нем шашлыки жарить. Друзья, в общем, после того, как я открыл крышку, видимо, попал туда кислород. И наш древесный уголь внутри реторта самовоспоменился. Я такого никогда не видел. Ну что ж, а дальше мы будем использовать аппарат по назначению. В следующем ролике я хочу перегнать автомобильную покрышку. Посмотреть, что на выходе получится. А пока подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. А с вами сегодня был FireLife. До встречи в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok